Максим Сергеевич выдержал до конца. Послушаем. Уважаемые коллеги, во-первых, большое спасибо организаторам, во-вторых, большое спасибо всем вам, что вы остались здесь и есть с кем обсудить. Я постараюсь максимально сократить время, так вот и понимаю, что все устали. Но сегодня принято на секции эволюционной вирусологии цитировать Юрия Михайловича. Со словом «своевременно». Дело в том, что существующие подходы к вакцинопрофилактике, они работают только в случае своевременной вакцинации, до тех пор, пока подросток не пришел к половой активности. И это первый факт, второй факт – горизонтальные пути передачи для детей, вертикальные пути передачи и большие проблемы с предрасположенностью к развитию раков у иммунно-дефицитных пациентов – ставят вопрос о том, что нужны терапевтические вакцины. И для того, чтобы их реализовать, необходимо понять, а есть какие особенности у тех папиломовирусов высокого канцерогенного риска, которые персистируют у иммунокомпрометированных пациентов. Существующие в мировой литературе данные очень ограничены. Наиболее широко проведенное исследование Validate задействовало всего-навсего 11 ВИЧ-положительных пациентов с H-сил и при этом не выявило достоверных различий. В нашем исследовании мы используем варианты иммуносупрессии, вызванные вирусом иммунодефицита, и микобактериальным туберкулезом. При этом, если про ВИЧ я уже показывал предыдущий слайд, то на микобактерии показана также повышенная частота инфицирования вирусом папиллома человека. И всё это привело к тому, что были собраны материалы от FFPE-блоки от пациентов с микобактериями, с ВИЧом и ВИЧ плюс МБТ. Контрольная группа была увеличена до 30 человек и было подобрано 20 образцов FFPE-блоков с нормальными препаратами эпителиальной ткани шейки матки. На этом слайде представлена общая картина распределения типов в образцах первичной опухоли. И видим, что происходит постепенное накопление увеличения числа типов с, можно сказать, что это глубина падения иммунитета. В 30 образцах от нормальной ткани мы вывели всего один образец, где присутствовал ВПЧ 33 типа. Препараты рака шейки матки контрольной группы 16, 18, 33. И дальше появление ВИЧа плюс 39 тип, появление микобактерии 31, 35, 52, ВИЧ плюс МБТ, ещё 45, 56, 59. Одновременно в образце присутствовало до 9 типов папилломовирусов. При этом комментарии. Мы не сразу поняли, почему при исследовании в разных лабораториях выявляются разное количество типов ВПЧ. При работе с ФФПЕ-блоками необходимо делать достаточное количество сериальных срезов с тем, что в одном срезе может присутствовать только один тип. Они расположены, локализованы очень точечно. Ну вот это короткие первые выводы с этой работы о том, что представленность ассоциирована скорее с микобактериями или ВИЧ плюс МБТ-инфекцией, а не с ВИЧ-инфекцией самым по себе, о том, что ВИЧ-инфекция может влиять на вирусную нагрузку, ВИЧ-16 как основного папилломовируса, определяющего злокачественную трансформацию. И иммунокомпрометация сопровождается ростом частоты МИЧ-инфекции ВИЧ-разногенотипов. Далее мы пересмотрели наши результаты с экспрессией PD-1 и PD-L1 в ткани. И теперь в качестве контроля мы взяли нормальную ткань. И действительно представленная методология позволяет показать повышение экспрессии PD-1 и PD-L1 по сравнению с нормальной тканью, не опухоли. На этой таблице сведены все результаты. Мы видим, что в случае PD-1 идет повышение экспрессии в раковой ткани, идет повышение экспрессии еще больше в случае инфицирования ВИЧ, идет падение резкой экспрессии в случае инфицирования микобактериями и в случае коинфекции микобактериями и ВИЧ-ом идет практически снижение до нормы. То есть апорегуляцию мы наблюдаем только в первых двух группах образцов. В случае PD-L1 мы также наблюдаем апорегуляцию в раковой ткани, повышение апорегуляции в случае коинфекции ВИЧ-ом, резкое падение при туберкулезе и почти падение до нормы, то есть делающие цистические инстаграмные выводы при коинфекции ВИЧ-ом и МБТ. Такой любопытный результат может быть обусловлен даже не инфекциями микобактериями, а лечением. Все пробы, которые мы получали от пациентов, которые проходили лечение в туберкулезной клинике, и в очень достойной работе было показано, что падение экспрессии связано именно с лечением, скорее, чем с присутствием микобактерий в ткани. Далее нами были рассмотрены особенности структуры ВИЧ-16, выделенных из опухоли рака шейки матки иммунокоперативных пациентов. Был проведен НГС для ряда образцов, там был образец контрольной группы, который чистый рак шейки матки, группа ВИЧ+, группа МБТ+, и группа ВИЧ+, МБТ+. Была проведена сборка эпистомальных геномов ВИЧ-16 и для сравнения использовали референтную последовательность РФСЕК из базы данных. Что любопытно, по гену Е2, вернее, по ОРФ Е2, область Н-концевого домена не содержит замен, С-концевого домена присутствуют две замены. Выявлена делеция протяженная 7 аминокислот в образце МБТ+, которая локализована в области возможного ДНК-связывающего домена. И в большинстве, в трех из пяти последовательности Е2 от иммунокомпрометированных больных, выявлена замена 219 серин на пролин, которая, возможно, находится в области эпитопа. В двух из пяти вариантов выявлены парные замены или сцепленные, 210 аминокислоте и 310. И в одном случае одиночная замена 363 аминокислот или изин на метионин. По Е5 также выявлены ряд замен. И что любопытно, ранняя замена, которую мы нашли, она была описана в одном секвенсе от пациента неевропейского происхождения, однако в последовательности, которая находится в базах данных, она сопровождается другими заменами, чем в нашем случае. И какая возможна роль этих выявленных замен? Белок Е5 образует димер, который образует такую бочонкообразную структуру, формируя веропарин. И замены в области 2-го и 3-го трансмембранного доменов может приводить к нарушениям формирования вот этого веропаринового комплекса, что, в общем, требует отдельного изучения. То есть биологическая активность этого Е5, выявляемого у иммунокомпрометированных пациентов, она не очевидна. Кроме того, замена изолицин, валина изолицин может приводить к укорочению трансмембранного домена. Когда мы подходим к белкооболочному L2, то мы видим довольно высокую консервативность, отсутствие замен в N-концевой и C-концевой областях. При этом в большинстве белков присутствует замена 300-тами на кислоте, фениланин на олицин, и эта же замена, она показана в нашем контрольном образце иммунокомпетентного больного. В двух из пяти образцов иммунокомпрометированных больных выявлена замена 269-й, ну и ряд точечных замен, которые одиночные и двойные. Белок L1 считается самым консервативным белком в составе ВПЧ-16-л, и мы обнаруживаем единственную замену, однако распространённую в четырёх из пяти случаев 266-й аминокислоты. Значение этого замены, опять-таки, мы не можем отсоединить в настоящий момент. В белках Е6 и Е7 мы не видим значимых замен, то есть в случае одного вируса мы видим замену 17-й аминокислоты глицинно-аргинин, в 90-й аминокислоты валинно-лицин, но эти замены локализованы вне известных функциональных мотивов сынковых пальцев. В белке Е7 мы вообще не видим никаких замен. То есть, по сути, в проведённом довольно небольшом исследовании уже идентифицированы новые варианты аминокислотных замен, характерные для белков Е2, Е5, L1, L2, ВПЧ-16. Подтверждён выбор онкобелков Е6 и Е7 как идеальные мишени для создания терапевтических вакцин. Мы были бы очень заинтересованы использовать возможности нейросетей, программопрофилируемых, для оценки влияния этих мутаций, входят ли они в состав эпитопов или не входят. И коллектив коллег, которые принимали участие в данной работе. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Максим Сергеевич. Вопросы, пожалуйста, коллеги. Если L1 вас беспокоит, можно сказать, может быть, вакцина тогда и не будет работать? L1 в случае консервации он подвергается дилеции во время вирусной интеграции. Нет, не интеграция. Я имею в виду, что если вакцина, терапевтическая вакцина, да, конечно, вы правы. Тогда возможно, если только платить пациент, тогда возможно. Но пациенты с ВИЧ, они же получают вакцинацию на регулярной основе, обычной вакцины их регулярно. Тогда они защищены, в общем-то. Но, по крайней мере, может, до того надо давать или после. Существующие вакцины, они могут быть использованы только для профилактической вакцинации, да. А нам нужно терапевтические. И вопрос еще. Субтитры создавал DimaTorzok